Сорунбай и Дженбекову презентовали автоматизированную систему Санарип Аймак и систему учета кадров Еказмат. Это электронный вариант по хозяйственной книге с описанием состава и уровня благосостояния семей проживающих на территории Айлок-Мету. Все процедуры в Акбашатском Айлок-Мету отныне проводятся по принципу единого окна. Президент отметил важность внедрения цифровизации в каждом населённом пункте и во всех регионах, что повысит эффективность работы органов МСУ. Также это значительно сократит бюрократию. «Основной целью цифровизации на местах является повышение удобства для местного населения при получении госуслуг и сокращении элементов коррупции. Чтобы получить какой-то документ, надо принести столько справок. Сколько людей по Кыргызстану мучаются, чтобы получить паспорт, справки из ЗАГСа о несудимости. Всем этим должны заняться органы МСУ. Человек не должен бегать». Далее глава государства ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению чистой питьевой водой жителей села Алексеевка Джаилского района. В связи с устареванием системы питьевого водоснабжения в большей части села на протяжении многих лет были проблемы с водой. Проблему решили в рамках проекта по линии АРИС. Доступ к питьевой воде получили более 8 тысяч жителей Алексеевки. Стоит отметить, за последние два года чистая вода проведена в 122 селах страны. «Обеспечение населения страны чистой водой является одним из основных направлений моей президентской деятельности. Более того, вопрос ирригации является ключевой составляющей государственной политики по развитию регионов». Главок государства проинформировали об этапах цифровизации судебной системы на примере Джаилского районного суда. Председатель Верховного суда Гульбара Калиева рассказала о внедрении систем аудио и видеофиксации в залах судебных заседаний, также о системе, которая автоматически регистрирует поступающие дела и позволяет равномерно распределять нагрузку на судей, исключать человеческий фактор и риски злоупотребления служебным положением. На данном этапе пока только уголовное производство во всех ведётся в электронном формате. «От вашей работы многое зависит, в том числе и доверие населения к государственной власти. Ваши решения напрямую влияют на судьбы людей. Вы должны быть справедливы и беспристрастны в своей деятельности. В этом большую помощь окажет цифровизация». Президент посетил и объединённую территориальную больницу Джаилского района, которая одной из первых стране начала переход к электронному здравоохранению. Как отметил глава государства, цифровизация позволит сэкономить время как пациентов, так и медперсонала. И вот как работает электронная очередь. «Вот анализы крови, выходит электронная очередь. И первичный осмотр, план дневниковой записи, всё в электронном виде мы описываем. Каждые два часа гемодинамические показатели, план лечения, рекомендации, консультации. Всё мы пишем здесь». Ознакомился глава государства и с деятельностью фермерского хозяйства «Таштан», расположенного в селе Петровка Московского района. Он с удовлетворением отметил, что благодаря подобным хозяйствам и усилиям предпринимателей на местах создаются предпосылки для устойчивого развития регионов страны. «Все, кто хочет работать в селе, создавать рабочие места, мы должны делать. У нас кредит, банки берутся». При посещении молокоперерабатывающего завода в Карабалте президент отметил, что эта сфера имеет потенциал конкурировать на внешних рынках, поставляя экологически чистую продукцию. Отметим, данное предприятие не действовало с 2000 года. В его реконструкцию был вложен 1 миллион долларов США. На сегодняшний день на заводе установлено новое оборудование, что позволяет перерабатывать до 40 тонн молока в сутки. Начато производство сливочного масла, сухого и сгущённого молока. Для местных жителей организовано 50 новых рабочих мест.